что можно почитать чтобы правильно рассказать детям о творце есть несколько интереснейших книжек я о них рассказывал много раз дома с богом волшнил долл начните вот с этого пришлось прервать предыдущую передачу но основной концепт основное основной смысл а был сказан относительно того боитесь не боитесь нет не боюсь потому что готов умереть в любой момент на вопрос а как же другие а другие сами по себе вы не можете быть владельцем никого не своей не кошки не собаки не мамы не папа не детей они тараканчиков они хомячка любимого и так далее потому что индивидуальность которая находится внутри каждого живого и кстати не только живого объекта эти индивидуальности равны они не могут быть выше и ниже вы не можете быть владельцем чего-либо другого вы сами по себе обособлены индивидуально как и другие есть только иллюзия владения кем-то другим поэтому позвольте другому быть другим и через это позволите самому быть самым собой если у вас есть возможность и желание при жизни при функционировании вашего телесного аппарата быть добрым и ласковым с другими людьми посвящать им свое время делаете кто вам не дает но вы не можете быть владельцем кого-либо другого по определению знаете почему то что с ним тело смертно а дух не может быть владельцем потому что он один сам себе владельцем поэтому говорить об этом абсолютно бессмысленно а теперь скажем пару слов по поводу еще одного очень распространенного вопроса кто разрешил кто разрешил тебя владимир рот раскрывать дорогие мои мне не требуется ничего разрешение рабам требуется разрешение на все подряд а можно ли это а то можно вот там вот можно или нельзя здесь как понимаете сама концепция психологии внутри индивидуума арабская а мне можно и нельзя раб все время ищет начальника который запрещает или разрешает чего-либо вы в этот мир пришли для чего для того чтобы вам запрещали и разрешили или для того чтобы исполнять волю творца для чего вы сюда прибыли в эту физиологическую оболочку вам решать точнее все уже решено вам осознавать ну или не осознавать человек может это называть точнее людин это может называть решением хотя никаких решений здесь никто никогда не принимал весь все течет по сценарию который не подвластен пониманию индивидуальному пониманию потому что времени не существует люди привыкли умом оперировать в динамике времени без времени оперировать логикой невозможно как во сне вы ощущаете и вы воспринимаете да эмоции могут быть а логике во сне никогда нет вы не можете сидеть и логически думать во сне там нету этой функции потому что нету логического процессора чем это делается во сне мы находимся дома частично не с полной интеграции дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание поэтому говорить о логике мы можем только здесь а тот кто логически пытается понять чего-то чего вы не логически здесь понять не сможете логически здесь можно только поиграть в игры для чего эти игры играются много раз уже разговор был это обучающая программа а также психоэмоциональное состояние то есть энергии все энергии и вот друзья очень просто определить если вы ищете того кто вам что-либо разрешит не важно что и не важно где и не важно как если вы ждете каких-либо разрешений и сами вот вам чем мешает что-то делал вы ищете кто бы разрешить это рабской психологии на 4 и второе определение раба это должен должен и разрешить это одно и то же практически это корневая функция одного алгоритма рабского алгоритма свободным человеком как вы будете управлять да вы можете его третировать вы можете издеваться над его телом вы можете физические какие-то воздействия оказывать но вы не можете изменить мышление поэтому то что смотрит через ваши глаза одно одно на всех она разделена в индивидуальности поэтому индивидуумы имеет место быть индивидуальности но то из чего сотканы и индивидуальности едино это как три единства в христианской религии да и в других тоже все это можно найти просто с разными описаниями но смысл один и тот же как у с телефон альтернатива google андроиду об этом у нас была передача глинеешь владимир как выжить в дурдом который рабство друзья дурдомы все время были просто в разных видах здесь не выживать надо здесь необходимо понимать что жизнь случилась бытие эта жизнь она прекрасна но очень многое недовольные удовольствие жизни начинает случаться тогда когда индивидуум задумывается о том что такое забвение вот тогда случая начинает случаться удовольствие от жизни причем это можно сравнить жизнь можно сравнить с поездкой на американских горках то есть когда вы заезжаете наверх а потом проваливаетесь вниз то есть у вас периодические состояния удовлетворения своей жизнью и неудовлетворения жизни сменяет друг друга то есть американская горка заехали наверх выдохнули пукнули помчались вниз кал роняя ну или не роняя это уж кому как у кого у кого какое понимание случилось по поводу всего происходящего поэтому друзья мои жизнь это синусоида здесь периоды ощущение удовлетворения в обязательном порядке заменяются периодами не удовлетворить вопрос исключительно в том как мы к этому относимся состояние счастья это состояние понимания того что есть периоды удовлетворения и периоды не удовлетворения телесно-умственного аппарата но вы не страдаете если вам что-то не нравится разумный мудрый человек не страдает людин страдает вовлекаясь в это страдание наблюдая это страдание пережевывая все вот это вот да и страдает и делится этим страданием с окружающими потому что когда полный рот страдательных фекалий от него нужно кому-то отдать чтобы другой тоже пожевал по-другому никак не получается и людины привыкли делиться этими страдательными фекалиями друг с другом перекладывая изо рта уши эту субстанцию которую щедро дарим людям средства массовой информации а точнее дезинформации потому что информации это но никак назвать нельзя это дезинформация и чем больше люди беспокоятся и переживают по этому поводу тем эффективнее их работа случается потому что одна из основных задач пребывания человекообразной формы людей на том что мы называем планета на том что называем заключается в том чтобы отдавать энергию дистанционным бесконтактным способом это то что называют гавах а также есть еще по-другому я забыл название из гавах это отрицательные эмоции энергия собранная с отрицательных эмоций а есть еще энергия собранная с положительных эмоций то есть там собирают и то и то что отдаете то и получаете отдаете страдания вам еще насыпают страданий чтобы вы еще побольше пострадали отдаете позитивную эмоцию вам позитивные эмоции возвращается непонятно у вас есть корова одна корова дает молоко утренней дойки другая корова дает молоко вечерней дойки а утром плохо дается вот вы ее и будете доить вечером а другую корову будет доить утром поэтому для мироздания ваши отрицательные эмоции отрицательными не являются они являются просто продуктом равно как продуктом являются и положительные эмоции вы когда хотите дает чтобы вас доили чтобы у вас доили на утром или вечером то есть на хорошие эмоции на плохие эмоции выбирайте и потому что дает вот в любом случае корова как бы и существует для того чтобы ее доить правда есть еще один вариант очень занятный такой когда вы отказываетесь от большой дойки и вы остаетесь в очень маленькой дойки буду даже да или тоже и вот этих просветленных мастеров махараджи здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание а